С 19 по 21 сентября в Омском областном экспоцентре состоялось одно из главных событий Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта. Специализированная выставка под названием «Спорт, молодость, здоровье» привлекла в этом году 11,5 тысяч посетителей. Здесь мы можем с вами увидеть все наши спортивные школы, где дети могут записаться вместе с родителями в городские наши областные школы. Представлены все центры, наши выдающиеся спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы. Огромная составляющая спортивная, которая ждет наш город, нашу Омскую область. За эти три дня, я думаю, что не останется бесследно. Свои стенды на выставке представили около 70 организаций Омской и Омской области. Посетители экспозиции смогли не только познакомиться с различными направлениями молодежной политики и достижениями спорта, но и посмотреть выступления воспитанников городских и областных спортивных школ и федераций. А именитые спортсмены, чемпионы России, Европы и мира провели мастер-классы. Традиции Омской области очень сильные. Мы в этом году стали чемпионами России в командном зачете. Поэтому хотелось бы здесь показать наши умения, наши старания, что мы можем, что есть у нас сильнейшие спортсмены. И, кстати, здесь также представлены сильнейший цвет, лучший цвет Омской области, герои спорта, как мужской, так и женский. Впервые в Омске в рамках выставки прошел фестиваль спортивного кино «Омск-Олимпийский». Показ короткоментражных фильмов и встреча со знаменитыми спортсменами – такую программу представили зрителям организаторы фестиваля. Организаторами фестиваля выступает Министерство поняла молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Департамент культуры, администрация города Омска. В рамках фестиваля состоится знакомство аудитории детей и молодежи с выдающимися спортсменами Омской области. Это победители региональных, всероссийских, международных соревнований по различным видам спорта. Знаменательным событием выставки «Спорт молодой здоровья-2013» стала презентация факела огня 22-х Олимпийских зимних игр в Сточи. Каждый желающий смог сфотографироваться символом главного старта четырехлетия. «Ока-кола, как представляющий партнер эстафеты Олимпийского огня, привезла факел на эти ближайшие три дня в город Омск, для того, чтобы как можно больше жителей России, в том числе жителей Омска, смогли воочию видеть один из главных символов Олимпийских игр 2014 года и тем самым, что называется, влиться в Олимпийское движение». На площади перед областным экспоцентром в рамках выставки прошли соревнования по биатлону на лыжероллерах. Воспитанники спортивных школ Омска и Омской области представили всю красоту и привлекательность этого вида спорта. «Выставка хороша, но в основном экспонаты они безмолвные и бездвижны. А здесь попытались показать привлекательность этого вида спорта, рассказать о том, где и когда и в каком возрасте можно заниматься биатлоном, рассказать о тех результатах, которые сегодня имеют наши биатлонисты». Также на площади перед экспоцентром прошло национальное роуд-шоу Samsung Galaxy Studio On The Go. Здесь, в специальных контейнерах официального партнера Олимпийских игр, посетители с помощью интерактивных соревнований смогли попробовать себя в различных дисциплинах зимней Олимпиады – хоккея, фигурном катании, шортреке. А интерактивные тренеры, звезды российского спорта, помогали им в этом. Популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям физической культурой, а также объединение людей, увлекающихся спортом – вот главная цель, которую преследовало региональное министерство спорта на специализированной выставке «Спорт, молодость, здоровье». Субтитры создавал DimaTorzok